МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восемь вечера. Пора вам узнать главные новости этого дня. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Задним умом силён. Главный спасатель подвёл итог эвакуационной эпопеи. Наверное, нужно было действовать другим шляхом. Скандальное расследование. Какие страсти бушуют вокруг проверки хищений в Кабмине? Люстрация на выворот. В Черкасах прокурору вернули мантию. За какие заслуги? Докажи, что ты не верблюд. Кому на руку презумпция виновности автомобилистов? Сага о спасении подошла к концу. Сегодня на рассвете многострадальный борт с эвакуированными из Непала украинцами совершил посадку в Борисполе. Операция, которую возглавил Зарян Шкиряк, длилась больше недели. Финал её видел Максим Кошелев. Глубокая ночь. Военная площадка аэродрома Борисполь. Здесь все замерли в ожидании многострадального рейса из Катманду. Его здесь ждут журналисты, дипломаты, военные и масса спасателей. Спасателей даже слишком много. Выглядит как показуха. Помимо двух больших автобусов, которые должны отвезти спасенных на вокзал или в гостиницу, тут штабные машины, несколько автобусов ГОСЧС, куча машин сопровождения и целых четыре кареты скорой помощи. А сколько быстрых их? Я послаждал их там? Послаждал их, нет быстрых на всякий случай. В назначенное время самолета нет. Лишь спустя еще пару часов, в четыре утра, на горизонте появляются посадочные огни тяжелого военного ила. Он садится и подруливает к месту встречи. Пограничники и таможня берут документы на проверку. Пассажиры выходят из чрева транспортника и делятся впечатлениями. Кто-то настроен позитивно. Отличное приключение. Такого, я надеюсь, больше не повторится. А кто-то в шоке от технического состояния самолета, которое за неделю два раза пришлось чинить. Наверное, если бы у нас были, не дай бог, какие-то раненые или, не дай бог, больные, то они бы уже умерли давно. Представители МИДа, которые работали в Катманду, рассказывают, главное было собрать украинцев в одном месте к моменту вылета самолета. Помогли украинские мобильные операторы. Разослали на телефоны в роуминге контакты консульства. В итоге борт привез из Непала 75 граждан Украины и группу иностранцев. Мы разместили людей в наметовых местечках, в безопасных местах. 11 иноземцев. Из них двое грузин, двое поляков, один француз и решта россияне. Поляки говорят, на самолет своей страны они просто не успели. Выручила Украина. Пока мы были в горах, польский эвакуационный самолет улетел в Европу. На него у нас не было шансов попасть. И наш консул сообщил нам о самолете украинском, чтобы мы попали на ваш самолет. Летчиков засыпали вопросами, почему самолет оказался поломанным. Командир говорит, перед вылетом все было исправно. Поломка приключилась уже в пути. Информацию о том, что присланная запчасть якобы не подошла, пилоты опровергают. Деталь была того самого типу, того самого номера. Она потребовала после установки регулирования. Регулирование насоса регулятора имеет отбываться в лабораторных условиях. Лабораторные условия – это был аэропорт Дели с температурой воздуха 43 градуса, под крылом лета. Но больше всего вопросов было к Заряну Шкиряку. Руководитель спасательной операции признает, можно было эвакуировать украинцев из Непала и дешевле, и быстрее. Но правительство выбрало вариант с дорогим и тяжелым Ил-76. Мы предложили альтернативный вариант эвакуации еще 27-28 квотня. Он был отработан. Я говорю абсолютно ответственно, он был в 2-3 раза дешевле. Наверное, нужно было действовать другим шляхом, и мы бы значительно быстрее мали возможность эвакуировать наших людей. Участие в спасоперации его близкой подруги Шкиряк объясняет неким ее уникальным и полезным именно в Непале опытом. Катерина Храмова была в этой поездке как волонтер, как человек, которая хорошо обозначена на, скажем так, схидных практиках, которая хорошо знает психологию тех людей, которые получают эти практики в Тибете, в Индии. И именно с такой миссией я согласился, чтобы она взяла участие в этой поездке. Неизвестно, чем аукнется за Рянушки-реку такое решение. Часть депутатов уже потребовала отчета по проведенной операции. Сделать ли выводы правительство, которое выделило на этот горе рейс 7 миллионов гривен, пока тоже неясно. Тем временем МИД продолжит работу в Непале. Говорят, там есть еще наши соотечественники. Максим Кошелев, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер. Самолету Ил-76, на котором эвакуировали украинцев из Непала, уже почти 30 лет. Но, по словам командования воздушными силами, в прошлом году он прошел капремонт. И на момент вылета был полностью исправным. Они перекладывают вину за произошедшее на завод. Было проведен целый комплекс ремонтных работ на Николаевском комиссийно-ремонтном заводе. Завод будет отвечать за те сбои, которые были. Вот главный спасатель своей вины не видит вообще. Зарян Шкиряк даже в отставку готов пойти, если будет угодно к обмину или министру внутренних дел Авакову. Хотя сам, вероятно, рассчитывает на похвалу. Уверяет, что его ведомство сработало достойно. Ему не стыдно ни за одного члена команды. В том числе и за свою подругу в составе спасательной группы. Но, на всякий случай, Шкиряк решил напомнить и о собственных революционных заслугах. Поверьте, мне тут не держит ничего. Окрім одного. Бажание изменить систему управления в государственной службе из необычных ситуаций. Я все еще почуваюсь и продолжаю быть хлопцем с Майданом. Оправдывалась сегодня Екатерина Храмова, та самая подруга Шкиряка. На своей странице в фейсбуке заявила, в Непал летала за свой счет исключительно по собственной инициативе и с благородной миссией. Ее очень расстроил тот факт, что искренний порыв не оценили и воспользовались им, чтобы, по ее словам, испортить репутацию Шкиряку. Скандалом закончилось третье заседание рабочей группы парламента, которое расследует миллиардное злоупотребление в Кабмине. Помните, о них говорил в свое время экс-глава госфининспекции Николай Гордиенко. О чем же сегодня так яростно спорили, знает Ирина Романова. Срок истекает. Выслушать всех фигурантов скандального отчета экс-главы госфининспекции до 7 мая не успевают. Просят продлить полномочия до 2 июня. Письмо такого содержания рабочая парламентская группа отправила спикеру неделю назад, на первом заседании. Отповідь мы до сих пор не отримали. А перед депутатами непочатый край работы. На прошлой неделе считались только предприятия энергетической и транспортной отраслей. Сегодня на ковер вызвали аграриев, главу Назбанка, министр ВПК и финансов. Минфину, который не пришел, комиссии за незаконное взятие за позицию 17,9 миллионов долларов. Выдатки на реализацию облигаций внутренней позиции за ценой нижче, чем их номинальная вартость, понад 1 миллиард гривен. Не имеет смысла слушать действительно без присутствия госпожи Ереська, госпожи Грунтаревой. Борислав Береза предлагает перенести заседание и выслушать аграриев, которые пришли позже вместе с министром финансов и главой НБУ. Но большинство готово работать сегодня. Резко публично призывает все же отчитаться перед рабочей группой. А пока решают послушать представителей Назбанка и аграрных предприятий. Среди депутатов нарастает возмущение. Некоторые выходят. Что проводится там, шоу. Возмущается экзлава фининспекции, озвученная Суховским цифры о злоупотреблениях Минфина и НБУ из его отчета. А вот о зерновой корпорации нет. Я все факты, все помню. А то, что не было, пожалуйста, не надо зачитывать. Олег Иванович, я констатация в том, что вы порушуете сейчас наши принципы работы. В коридоре Суховский объясняет журналистам. Часть информации о зерновой корпорации взял из интернета. Эта информация есть на интернет выдана главком. Очевидно, сейчас на закрытом заседании, возможно, будет ставиться вопрос о змине головы. И действительно, его коллеги за закрытой дверью единогласно решают председателя группы переизбрать место Суховского назначить Березу. Мы не имеем права озвучивать информацию, которая не согласована друг с другом и которая действительно была взята неизвестно откуда. Это было выступление персонально одного народного депутата. Завтра после торжественного заседания парламента члены рабочей группы снова соберутся в этом зале и рассмотрят ту же повестку дня, которую планировали на сегодня. Ирина Романова, Владимир Самченко, подробности, телеканал Интер. Мы сейчас в рабочей группе боремся за то, чтобы тарифы, которые вам уже через платежки подадут буквально через тиждень, максимум через 10 дней, чтобы эти драконистские тарифы сделали рынково обгрунтованными, справедливыми и такими, что не включают коррупцию. А это означает, что тарифы на тепло-горячую воду и цена на газ для людей может быть снижена от двух до трех разов. Возвращенец. Сын беглого политика и люстрированный прокурор Черкасского района восстановлен в должности. Но вот удастся ли Руслану Алиныку снова занять тепленькое местечко? Подробности знает Стас Кухарчук. Это небольшая выдержка из интервью одиозного экс-нардепа Владимира Алиныка, одному из сепаратистских каналов. Он бежал из Украины вместе с Януковичем. Теперь скрывается от правосудия в оккупированном Крыму. В отличие от отца, Руслан Алинык, наоборот, пользуется благосклонностью эфемиды. Накануне Кировоградский суд восстановил люстрированного прокурора Черкасского района в должности. Так и живем, без таблички. Зампрокурора района показывает кабинет начальника, который 10 лет занимал Руслан Алинык. Почти год он пустовал. В помещении недавно сделали ремонт, словно в ожидании возвращения руководителя. Кто только не пытался снять Руслана Алиныка с должности. Активисты Майдана, областные власти. Удалось это только генпрокуратуре. Уволили за несоответствие должности. Активист Дмитрий Захаров просматривает видео годичной давности. Майдановцы пришли к районному прокурору с требованием написать заявление. Я считаю, что в моих действиях никаких подставщиков не звенят. Тогда акция закончилась громким скандалом. Алинык обвинил активиста в избиении и ушел на больничный. Известие о его возвращении на должность Дмитрий Захаров воспринял с возмущением. Мне хотелось бы просто посмотреть ему в глаза. И теперь он хочет здесь работать, продолжать. Я не понимаю этого. Но встретиться с Русланом Алиныком не получилось и у нас. Он избегает общения с журналистами. Видимо, восстановление в должности тех, кто не прошел люстрации, стало уже тенденцией. Например, за свое кресло судится бывший начальник управления юстиции обл. администрации и несколько местных милицейских чиновников. Такая неприемная тенденция, что люди остаются работать. И если, например, их освобождают с руководителя, они переходят на посаду заступника. Или, наоборот, под них створится какой-то новый отдел. Сегодня Генеральная прокуратура подала апелляцию на решение Кировоградского суда о возвращении Алиныка в кабинет прокурора района. Так что судебные тяжбы, видимо, затянутся надолго. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер, Черкассы. Незаконный арсенал. Партию незарегистрированного оружия попытались ввести в Днепропетровскую область бойцы АТО. На блокпосту в Андроновке сотрудники СБУ и ГАИ задержали микроавтобус. Во время проверки под мешками нашли 6 ручных гранатометов, 20 гранат, автоматы Калашникова, тротиловые шашки и патроны. Никаких документов на оружие водитель предъявить не смог. Я добавлю, что эта статья предполагает наказание за незаконное хранение оружия до 5 лет лишения свободы. И дело погромче СБУ сегодня передала в прокуратуру. Материалы с доказательствами причастности советника Путина Владислава Суркова и его зама к террористическим актам в Украине. Увидят эти документы международные эксперты, говорит Валентин Наливайченко. Зона АТО. Наши военные пережили за сутки 10 обстрелов. Били боевики из оружия запрещенных калибров. На Донецком направлении, неспокойно вблизи аэропорта и Горловки, а вот на Луганском обстрелы возле счастья и станицы Луганской. Моя коллега Ирина Баглай сегодня побывала в Попасной. Давайте посмотрим, чем живет этот город. Я твой солдат, твоих приказов жду. Веди меня, родная Украина, на труд, на смерть, на подвиг я иду. Василий Рубцов вспоминает, как во Вторую мировую из роты их вернулось в трое, называя себя счастливчиком, и поэтому сейчас так больно, что война спустя десятилетия снова пришла в его дом. Но только теперь огонь из пушек открывают те, кого раньше называли братьями. Украина никогда не будет под каблуком ни у кого. Я все сказал. Накануне 9 мая в Попасной военные поздравили ветеранов Второй мировой. Их осталось здесь немного, 28 воинов. И сегодня они с благодарностью смотрят на защитников Украины. Это люди, которые выполняют шикарнейший долг перед Богом, перед Родиной и перед нашим народом. Всего в нескольких километрах от дома Василия Рубцова, на передовой бойцы 17-й танковой бригады, тоже готовятся к 9 мая. Вспоминают своих дедов. Мой дедусь воевал, пережив роки войны, в концтаборе был. Конечно, это всегда было свято, перемоги, как в детстве было добра над злом. Сейчас я воюю. 9 мая пиршеств в окопах не будет. Скромно накроют стол, помянут и тех, кто погиб в 41-45-м, и тех, кто полег на поле боя за последний год. Сергей о войне говорить не хочет. Устал, скучает по любимой внучке. Ей, когда повзрослеет, расскажет, как защищали свою Украину. А пока любуются фото Ариши. Это единственная чашка, которую никто никогда не берет. Я ее пью, я вижу внученьку каждый день. В попасной о готовящемся масштабном параде в Луганске знают. Известно и то, что в ближайшие города боевики стянули тяжелую военную технику. Правят балом Чечены. Большое количество вооружения в Стаханово. Есть тяжелая техника. Это ограды, это танки, бетеровы, БМП вообще. Ну, я так думаю, что единиц, более 100 единиц тяжелой техники в районе Стаханово есть. Закончится все-таки бряться, наверное, наступление. Я думаю, что все-таки они побоятся. Поэтому в городе, который интенсивно возрождается к жизни после бомбежек, готовятся к полноценному празднику. С парадом ветеранов и полевой кухней. А у военных уже и примета есть. Если в населенный пункт возвращаются люди, значит быть миру. Ирина Баглай, Владлен 0, Василий Сачук. Подробности телеканал Интер. Ирина Баглай, на прямой связи с нами. Ира, здравствуй. Скажи, пожалуйста, что сейчас происходит на Востоке? Да, Леш, здравствуй. На линии фронта ближе к вечеру боевики ударили по опытному водяному и по позициям армейцев в районе аэропорта. Причем используют самоходные артиллерийские установки, противотанковые гранатометы и стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы. Минометы последние дни в этом секторе противник не используют. Отмечают военные. И сегодня с утра и вечером боевики самозванной ЛНР обстреляли счастье. Огонь вели с высоты, веселые горы. Гранаты разорвались возле автостанции, спасательные службы. И под обстрелом сегодня было село Артема. Это также в Луганской области. Есть разрушенные жилые дома. Пока что это вся оперативная информация, Леш. Спасибо тебе за нее, Ирочка. Это была моя коллега Ирина Баглайна продолжает свою каденцию в зоне АТО. Вот о ситуации на Востоке, о военных действиях на Донбассе. Петр Порошенко сегодня говорил в Гданске. Президент участвует в праздновании 70-летия окончания Второй мировой. До начала торжеств Порошенко встретился с президентом Польши Брониславом Комаровским и генеральным секретарем ООН Пангимуном. Говорили о сложной гуманитарной ситуации на Востоке, отводе боевой техники и прекращении огня. Также Порошенко отметил, ООН должна принять участие в урегулировании ситуации и отправить в зону Атомира творческую миссию. Российские тюремщики продлили срок луганчанину Сергею Литвинову. Как долго еще будут удерживать за стенках украинского пленника и в чем его обвиняют, знает наш московский корреспондент Данил Русаков. Басманный суд за решеткой житель поселка Камышовое Луганской области. Постановление оглашает ставший уже знаменитым судья Карпов. Текст стандартный, как впрочем и всегда. Про длительство к содержанию под стражей длины на Литвинову Сергею Николаевичу на 3 месяца, 9 суток, сегодня 12 месяцев, то есть до 22 августа 2015 года. По словам адвокатов, почти год назад 32-летний Сергей Литвинов приехал в Ростовскую область за медицинской помощью. И дальше началось все самое интересное. Его задержали, потом люди, которые представились ФСБ, стали молодого человека избивать. Заставили подписать бумаги, якобы он в Луганской области убил 40 человек, из них 9 женщин. Под давлением российских силовиков Литвинов сообщил, что состоит в одном из добровольческих батальонов. Хотя, утверждают его защитники, из-за психических отклонений от военной службы он вообще был освобожден. Есть и подтверждающие это документы, в частности справка об окончании семиклассов коррекционного интерната. Однако российские психиатры сочли украинца вменяемым. И обвинения ложные сделали на меня. И обвиняют меня в этом. Я этого не совершал абсолютно. По словам адвокатов, уголовное дело сплошная билетристика. Якобы убитые 40 человек никем не опознаны. Кто они, неизвестны, да и были ли, доказательств нет. Известно только, что граждане России в этих списках отсутствуют. Дело очень курьезное. Я полагаю, что оно будет иметь очень большое продолжение в плане того, что это показательно, как у нас российские следственные органы клеили дела против украинских граждан. Уже по традиции, судья Карпову заявили отвод. По мнению адвокатов, российских судов это дело вообще касаться не должно. Луганская область, территория Украины, впрочем, с этим фактом председательствующий, по всей видимости, решил поспорить. И отвод брать не стал. Кстати, Сергей Литвинов проходит формальным подельником с Надеждой Савченко. О том, что жертвы, якобы найденные Следственным комитетом, не опознаны, волноваться, по всей видимости, не стоит. Вчера в этом здании следователи отважно заявили, что допросили аж целых 108 тысяч свидетелей. И им, конечно же, все поверили. Данила Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканал Интер. А вот дело Надежды Савченко могут рассматривать в Воронеже. Об этом написал ее адвокат Марк Фейгин в своем твиттере. Сослался на источники свои. И горько пошутил, мол, с таким же успехом могли бы судить и в Грозном. Напомню, российская прокуратура обвиняет украинскую летчицу в смерти журналистов в зоне АТО. Сама Надежда считает дело полностью сфабрикованным, а себя политзаключенной. Все прелести российской Фемиды испытывают на себе и крымчане. На полуострове очередное судилище над майдановцем Александром Костенко. В заседание вернулась Юлия Крючкова. Восемь свидетелей, все от обвинения, один по скайпу с измененным голосом. Судя по надписи на экране, из Центрального райсуда Симферополя. В показаниях одни ужасы. Опытка в Киев-городминистрации, продажи оружия для майдановцев. И всем этим якобы руководил именно подсудимый Костенко. Вот только сам тайный свидетель ничего такого не видел. Обо всем этом знает со слов самого Костенко. Зато в Киевской мэрии Костенко якобы лично видели два бойца Беркута, которые были захвачены майдановцами и провели в здании целый день. Это доказательство вины и причастности Костенко к совершенным преступлениям. Вы сами являетесь свидетелями и видите, и слышите показания наших людей. Свидетелей от защиты сегодня не было. По словам адвоката, трое готовы давать показания, но опасаются ехать в Крым. Они воюют в зоне АТО и гарантировать им безопасность не может никто. Недобедой фашизм в Крыму не будет. Поэтому по-другому я сказать не могу. Нет никаких гарантий, что эти люди пересекут границу Российской Федерации. И им тут не предъявят обвинения, что они вообще пересекли границу с какими-то террористическими целями. Не готовят они никаких терактов на территории Республики Крым. Тем временем суд над зам главы Меджлиса Крымско-Татарского народа Ахтемом Чайгозом еще и не начинался. С января он находится в СИЗО Симферополя. Подозревается в организации массовых беспорядков у здания Верховной Рады Крыма в прошлом году. Вчера без каких-либо объяснений его перевели в карцер. В ответ Чайгоз объявил голодовку. Весь день его жена и сестра провели возле изолятора в надежде на свидание. Но им отказали. Юлия Крючкова, Виталий Зитковский. Подробности. Телеканал Интер. Крым. Ты не преступник? Докажи. Не пора ли обзавестись адвокатом после введения в стране презумпции виновности? Громкую тему и не только эту обсудим во второй части подробностей. Шостка на ядовитой мине. Кто травит город гептилом? Крылья на расхват. Кто встал в очередь за новинкой КБ Антонова? Послать его величество. Какой маршрут предложили королю Нидерландов? В Новоазовске по данным штаба АТО находится несколько тысяч боевиков. Террористы тренируются в штурме оборонительных укреплений. Поселок Широкино остается самой горячей точкой в секторе М. Сюжет Эльвина Сейдбулаевой. Широкино опять обстреливают наших военных. Ночью открывали огонь из автоматов и пулеметов. А уже утром в ход пошла тяжелая артиллерия. Это результат подарков, которые прилетели на наши позиции неподалеку от Павлополя. Враг почти в 500 метрах отсюда. Огонь открывают из оккупированного пищевика и октября. Диверсионные группы прощупывают местность и пытаются прорваться. Наши военные едут осматривать территорию. Машину и оружие. Самые лучшие друзья, самые верные. А Сергей спешит на кухню. Говорит, война войной, а обед по расписанию. Смеется. От обстрелов зависит, какое блюдо можно приготовить. А это уже волонтеры. Виктор и Николай из Запорожской области. Передают помощь от неравнодушных непосредственно в руки военнослужащим. В Мариуполе сегодня открыли мемориальную доску в честь погибших во время трагических событий 9 мая прошлого года. Тогда сепаратисты пытались захватить городской отдел милиции. Наши бойцы оказывали сопротивление. Был ожесточенный бой. Погибло 6 человек. Семьям трех вручили посмертные награды. Ордена замужества третьей степени. Чтобы вся планета любила мир и за мир боролась. Слава Украине! Героям слава! Эльвина Тедулаева, Игорь Сули, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Шостка задыхается. Здесь ищут следы ракетного топлива. Уже неделю ищут. Пока власти убеждают, все в порядке. В больнице начали обращаться первые пострадавшие. Елена Зорина подробнее. Микрорайон Лазаревский. В воздухе пахнет химией. Полуторагодовалую Веронику мучает аллергия. На здоровье жалуется и ее бабушка. Официально уже 5 человек обратились в больницу с жалобами на химическое отравление. Болела целый день. Потом голова, кровь, но зашла. Детей вообще на улицу боимся выпускать, потому что такой запах стоит, что вонь невыносимая. Все началось неделю назад. Ночью грузовик перевозил неизвестные химикаты, которые пролились на асфальт. Я открываю дверь, мне такой кистотой дало, что я аж назад откинула меня. Кам-кам и такое, темно-коричневое. Вот такое, как желе. Это та самая дорога, на которой все и произошло. Спасатели до сих пор чистят асфальт и землю. Сначала использовали известь, а пилки теперь содовый раствор. Первичный анализ показал наличие в почве, в грунте возле дороги, наличие пестицидов различных марок. И доза превышения была от трех раз до двадцати. Площадь загрязнения до семи километров. Анализы подтвердили. Я попал в грунт. Проникли в воду. Рядом речка пока неясна. Впрочем, спасатели убеждают, дышать тут безопасно. Вы же видите, мы же без засобов защиту работаем. Можно заповедить, что небезопасности для жизни и здоровья нет. А вот тот, кто утверждает обратное, Виктор Мазалевский, показывает результаты анализа в Харьковской военной лаборатории. Она обнаружила здесь следы ракетного топлива. По гептилу есть превышение 1,6 раза, 3,3 раза. По второму есть превышение в 66 раз. Правительство должно признать эту ситуацию в нашем городе как катастрофа. Это подтверждают и экологи. О том, что в город завозили это вещество, предупреждали чиновников еще в конце марта. Было завезено 140 тонн гептила и 500 тонн пестицидов. Все это смешивалось именно на базе этого предприятия и вывозилось на территории Шостки и Шостинского района. Гептил опасен тем, что он обладает кумулятивным свойством. Он имеет свойство накапливаться в организме. По неподтвержденной информации, опасный груз попал в Шостку из Одесской области. Хранился на территории за вот этим забором. Частная фирма должна была его утилизировать. Почему перевозили и почему ночью, пытаемся узнать лично. Рядом с воротами появляется дорогая иномарка, но, заметив камеру, быстро уезжает. Характерный едкий запах ведет вот сюда, к песчаному карьеру, на окраине города. Рядом дачные участки и хлебозавод. По одной из версий, именно сюда и могли вывезти ядовитые химические отходы. То, что отходы не утилизировали, а сбрасывали, предварительно подтверждают и правоохранители. Они уже начали уголовное производство. Под подозрением один из руководителей фирмы. Но официальных выводов из той самой Харьковской лаборатории у них еще нет. Пока что виновникам, если таковых найдут, грозит штраф до 3300 гривен. Елена Зурина, Василий Миновщиков, Андрей Шевцов. Подробности телеканал Интер. Ты виноват уж в том, что хочется им. Со следующего месяца милиция начнет работать с нами по-новому. Покращение коснется каждого, кто вызовет у правоохранителей или гаишников подозрения. Больше от них ничего не требуется. А вот доказывать свою невиновность должны будем уже мы с вами. Кому развяжет руки на вовведение все плюсы и минусы презумпции виновности, изучал Александр Пантелеймонов. Уже с 1 июня столичная милиция, а точнее полиция, заработает по-новому. Ломать стереотипы начнут в корне. Теперь гражданин по определению виноват и должен будет доказать полицейскому и суду свою невиновность. Если полицейский остановил машину и вменил этой машине нарушение, то сначала подчиняйся, а потом обжалуй. А не наоборот. Вы докажите, что я это дальше. То есть презумпция правоты полицейского. Правда, речь идет пока только об административных правонарушениях. Премьер Арсений Яценюк уверен, в случае админнарушений один из основных принципов демократии не работает. Это не столько юридичное вопрос. Потому что юридичное мы тут быстро разобрались. Тут у нас нет вообще дискуссий. Презумпции невиноват и админной ответственности не существует. Презумпцию виновности уже закрепили в законе Украины о национальной полиции. Так что граждане уже сейчас могут привыкать ездить с видеорегистраторами на готове. Также не помешают и бланки, чтобы записывать контакты потенциальных свидетелей. Юристы говорят, нужно учиться собирать доказательства собственной невиновности. Потом в суде пригодится. Закон Украины про национальную полицию, он уже был проголосованный. Но было определенное оттерминование. И именно через это он вступает в силу 1 червя 2015 года. Это будет такой лакмусовый папир, на котором наши граждане будут проверены. Насколько они готовы быть ограниченными в определенных своих правах. Активисты дорожного контроля в шоке. Говорят, и сейчас сотрудники ГАИ зачастую необоснованно предъявляют претензии к водителям. И без словесного боя доказательства нарушения показывать не хотят. Это, я так думаю, попытка просто узурпации власти и создание карательной машины государственной, которая будет просто без разбора наказывать всех неугодных. Ну и попытка, наверное, набить карманы властимущим. В недоумении и водители. По конституции мы не обязаны доказывать свою невиновность. То есть это сотрудники должны доказывать, что человек действительно нарушил закон или совершил какое-то преступление. Даже административное, я считаю. Если я что-то нарушил, то я должен об этом знать. И должен сам, ну, как бы могу высказать свое мнение. То есть, а если на меня будут вешать что-то, я как бы не хотел бы доказывать, что у нас в нашей коррупции все это происходит. Как бы там ни было, но закон уже принят, и его действия на себе в первую очередь ощутят киевляне. Уже меньше, чем через месяц. На дороги выйдет национальная полиция. Александр Пантелеймонов, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. Ну, теперь о головах, которыми украинцы могут гордиться. Новый Ан у нас идет на расхват. Еще и серийного производства нет, но за Антоновской новинкой уже целая очередь. Только с Азербайджана в конструкторском бюро заключили контракт на поставку 10 бортов. Еще два улетят в Китай. Сам Ан-178 сегодня впервые поднялся в воздух, чтобы показать себя во всей красе. Очень важно, что с промолета начнется современным светловым комплексом, светловой кабиной. И очень важно то, что с промолета можно скидать и садиться на грунтовую аэротрону. Еще одна его особенность, это то, что самолет может перевозить морские контейнеры. День выборов в Великобритании. Избирают там новый парламент. Как проходит голосование, видела Светлана Чернецкая. Еще почти 4 часа до закрытия избирательных участков работают они с 7 утра до 10 вечера. Это обычный рабочий день в Великобритании. Но проголосовать достаточно просто. Можно зайти по дороге на работу, после нее в обеденный перерыв или же отпроситься на 10 минут. Большинство избирательных участков находятся в залах при церквях, как здесь, в школах и культурных центрах. А вот в маленьких городах и селах голосуют и в пабах, и в прачечных, и даже в школьном автобусе. Отмечу, что 15% избирателей сделали свой выбор загодя по почте. Британцы выбирают 650 членов Нижней палаты парламента по мажоритарной системе. То есть даже нынешнему премьер-министру Давиду Кэмерону придется обойти 11 конкурентов, чтобы попасть в палату общин. Он баллотируется по округу Витни в Оксфордшире. Здесь же утром политик проголосовал вместе с женой Самантой. Судя по опросам, Кэмерону переживать нечего. Его поддерживает большинство здешних жителей. А вот под вице-премьером Ником Клегом кресло шатается. В его округе Шеффилд по предварительным опросам побеждает кандидат от лейбористов. Ну и мы, конечно, не могли не обратить внимания на наряд жены лидера либеральных демократов Мириам. Вряд ли это совпадение не клет потомок древнего украинского казацкого рода Закревских. И вполне возможно, таким образом продемонстрировал свое происхождение. Нешуточная борьба на этих выборах развернулась между консерваторами и лейбористами. Следующим премьером может стать Эд Милибен или же останется Дэвид Кэмерон. Нынешнее голосование называют самым непредсказуемым в истории Великобритании. Это действительно очень сложные выборы. Многие просто в замешательстве даже сейчас сомневаются, какой выбор сделать. Страна очень поменялась за последние годы. Много проблем, которые должно решить это голосование. Но результаты, конечно, никто не возьмется прогнозировать. На избирательных участках сегодня ожидают около 30 миллионов человек. А первые результаты голосования должны поступить уже в полночь. До утра планируют посчитать все голоса. И это будет только начало новой политической эпопеи. Ни лейбористы, ни консерваторы, вероятнее всего, не наберут необходимое большинство для формирования правительства. А значит, последуют переговоры относительно коалиции или даже сформируют правительство меньшинства. Совершенно новое для Великобритании явление. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Америка и Куба становятся ближе. Впервые за полвека между странами будет курсировать паром. Но теплеют ли отношения между государствами, подробнее расскажет наш американский сапкор Дмитрий Еловский. 55 лет назад, в разгар революции на Кубе, Америка ввела санкции против этой страны. Но тогда же отменили и паром из Флориды на остров. Всего 150 километров выделяли эти страны. Пассажирам надо было лишь несколько часов, чтобы преодолеть расстояние между этими двумя такими разными государствами. Но теперь все изменилось. В связи с улучшением отношений между Гаваной и Вашингтоном, американский Минфин все-таки дал добро на возобновление транспортного сообщения. Говорят, что первый корабль из Америки отправится уже в этом году. Скорее всего, в сентябре. Правда, рядовым туристам из Америки попасть на него вряд ли удастся. Ведь часть санкций с Кубы все-таки не снята. Так, например, американским туристам не разрешат посещать страну. Пока не разрешат. Зато нет никаких преград, например, для бизнесменов или для многочисленных кубинцев, которые живут в Америке и хотят поехать на родину, ну, чтобы навестить родственников. Для полного же снятия экономической блокады с острова Свободы необходимо также одобрение Сената и палаты представителей. Вот на Капитолийском холме с большим скепсисом сейчас, надо сказать, смотрят на такие радужные планы Обамы, подруживаются с братьями Кастро. Парламентарии уверены, режим Кубы не меняется и подавать им руки сейчас не следует. Хотя Кубу уже вычеркнули из списка стран-спонсоров терроризма. А вот с другой террористической угрозой Америка продолжает бороться на полную. На сей раз с помощью доллара. Госдеп объявил награду за информацию о лидерах исламского государства. Немного, немало 20 миллионов долларов за информацию о четырех ключевых лидерах группировки ИГИУ. В том числе и за уроженца Грузии Тархана Батирашвили. Он периодически грозит свернуться на родину и отомстить России за военную кампанию 2008 года. Вот именно его считают одним из главных врагов нынешней Америки. Ликвидацию Батирашвили расценивают как одну из важнейших побед над мировым терроризмом. Дмитрий Уловский, Никита Исайко. Подробности именно Американское бюро телеканала Интер. Принца Гарри едва не окольцевали. Именем его племянницы назвали Макаку. Не оскорбила ли кого такая вольность? И спасибо деду за победу зэковский вариант. Это в России уже так креативере. Все самое интересное с миру по новости в нашем обзоре. Принца Гарри едва не захомутали австралийки. В Сиднее внука Елизаветы Второй встретила толпа почитательниц. Одна из них, Виктория Макре, в короне и с плакатом «Женись нам не всерьез» взяла Гарри в оборот. Долго не отпускала принца, пока тот не сдался, позволив себя поцеловать. Гарри прибыл на Зеленый континент для прохождения военной службы. Макре же после поцелуя Рыжего Королевича стала местной знаменитостью. Международный скандал в японском зоопарке, там недавно появившуюся на свет макаку, назвали Шарлоттой в честь наследницы британского престола. По традиции имя первой мартышки, родившейся в Зверинце, в текущем году придумывают посетители. Вот японцы и выбрали. Руководство Зверинца поспешило отказаться от имени и предложило выбрать новое. Мол, примат Шарлотта оскорбляет чувства британского народа. В штате Флорида заложница спаслась благодаря пицце. На Шерил Тредуэй напал собственный муж, угрожал ножом и не выпускал из дома. Женщина не растерялась, уговорила благоверного заказать пиццу для детей через мобильное приложение в смартфоне. В заказе Тредуэй оставила комментарий с просьбой о помощи. Сотрудники пиццерии передали сообщение в полицию. Агрессивного мужа очень быстро задержали. 32 новобранцами пополнилась армия Папы Римского. В Ватикане принесли присягу гвардейцы-понтифика. Это граждане Швейцарии с хорошей репутацией после армейской службы и ростом не ниже 174 сантиметров. Они носят железные доспехи и яркую средневековую форму, сшитую по эскизам Микеланджело. Спасибо деду за победу, сказали заключенные трех российских тюрем. Питерские кресты, исправительная и воспитательная колонии согнали людей в робах для массовой акции. Ровными рядами выстроились зэки и сформировали послание в честь 70-летия победы СССР над фашистской Германией. Все это запечатлели с помощью аэросъемки. А еще раздали заключенным яркие шарики и заставили петь патриотические песни. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Кола по паспорту отныне в Москве. Власти российской столицы и Подмосковья с 1 мая запретили продавать энергетические напитки, а также газировку с содержанием кофеина несовершеннолетним. Под этот критерий попадают знаменитая Пепси и Кока-Кола. Попытки москвичей купить безалкогольную воду без паспорта провалились. Скандальное послание Его Величеству. Короля Бельгии утром ждал неприятный сюрприз на стенах резиденции. Куда послали монарха, расскажет София Гордиенко. Самый мягкий литературный перевод, кое можно обозначить то, куда неизвестное послали Его Королевское Величество, звучит как к черту. Пока муниципальные службы пытаются отмыть корявое, но читабельное граффити, реалисты бьют тревогу, мол, это не просто каракули, а первые ростки информационной революции. Все началось в прошлом году, в канун праздника Святого Николая, во время демонстрации против одного из сказочных персонажей, который, согласно легенде, помогает святому, Зварте Питта, то есть Черного Питта. Многим афро-нидерландцам он не по душе, мол, это карикатура и издевательство над темнокожими. И вот в разгар манифестации некерь Аль-Букасим Аль-Джабери вслух послал короля, королеву и всю аранскую монархию. Был тут же задержан и получил штраф в 500 евро. Штраф оплачен не был, и парня на днях вызвали в суд. В Твиттере тут же началась волна в поддержку мятежника. Мол, это покушение на свободу слова, даже если это слово не совсем приличное. Вернее, совсем неприличное. Те, кто Твиттером не пользуется, хэштег решили поставить прямо на стенах королевского дворца, поближе к адресату. Аль-Джабери тем временем должен предстать пред судом 27 мая. Впрочем, его адвокат выбрал необычную тактику. Собирается вызвать в качестве свидетеля со стороны защиты лично короля Вильяма Александра и королеву Максиму, чтобы поинтересоваться, обидели ли их слова протестующего и имеют ли они к нему лично претензии. София Гордиенко, Василий Тружковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Сегодня в Сенате Франции нашему соотечественнику вручили Орден Почетного Легиона. Это высшая награда страны. Досталась она главе епархии Украинской греко-католической церкви во Франции, в странах Бенилюкса, владыке Борису Гудзяку. Со времен Евромайдана он не просто поддерживает своих соотечественников во Франции, он организовывает встречи, сбор гуманитарной помощи, а также еще делает все возможное, чтобы о ситуации в Украине во Франции было как можно больше объективной информации. Принимает участие в телепрограммах, выступает на радио и всячески борется с российской пропагандой, развенчивая мифы о бандеровцах в Украине. Трагедия войны на фоне элитных яхт. На венецианском биеннале открылся украинский павильон. Его символично назвали «Надежда». Павильон полностью стеклянный. Организаторы говорят, это символ новой, открытой Украины. Работы украинских художников, жизни военных, горе людей в зоне боевых действий, свободе и насилии призваны напомнить европейцам о том, что именно происходит в эти дни в Украине. Запад должен чувствовать свою ответственность в значительной степени за то, что происходит сегодня на Украине. Это месседж о том, что нам должны помогать политически, нас должны поддерживать финансово, морально. Необычный мастер-класс провела первая леди. Марина Порошенко учила днепропетровских школьников, как своими руками сделать символ победы – красный мак в петлицу. Затем посетила урок памяти и возложила с детьми цветы к вечному огню. В этот день в школе встретились ветераны Второй мировой и бойцы, которые вернулись из зоны АТО. Защитникам двух разных поколений школьники и вручили маки, сделанные собственными руками. Мы знаем, что домой вернемся, мы только можем через победу. И другого не будет. Великая гордость и счастье сегодня видеть поруч несколько поколений. Когда пришли и наши защитники, наши герои, которые борются за нашу родную землю под час Другой святой войны. И это наши герои-захитники, которые сейчас уже в наши дни защищают ценность и независимость нашей страны. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо вам, что смотрели. Увидимся завтра в подробностях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok